МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ситуация с обязательным автострахованием накалилась до предела, во всяком случае в Краснодарском крае. С февраля на телефон горячей линии и почтовый ящик программы поступили десятки жалоб на страховые компании из разных уголков Кубани. Сейчас мы наугад выберем населенный пункт. Итак, сегодня мы едем в станицу Ленинградскую. Из Ленинградской на горячую линию дозвонился Николай Мельник. Жалуются, что во всем районе не может оформить полис ОСАГО. Мне что сказали? Мы не страхуем машину. Куда не страхуем? А когда был? Неизвестно, по куду. В офисе страховой компании, где год назад Николай Яковлевич покупал полис, нам ответили, что сейчас такими делами не занимаются. Полис ОСАГО сделать у нас нельзя. Мы ничем помочь не можем, обновляет глаз. Николай Яковлевич показывает свою белую ласточку. Она стоит в гараже, потому что закончился срок действий полиса ОСАГО. Поеду без страховки, меня сейчас остановят и скажут, страховки нету, заплати штраф. Мы в центре станицы Ленинградской. Николай Яковлевич показывает нам просроченный полис с самой надежной страховой компанией. А вы где его делали? Здесь. Вот в этом месте, да? В прошлом году, правильно? Ну, конечно. Вместе с Николаем Мельником мы сейчас попробуем выяснить причину отказа. Предупреждение о том, что здесь нельзя вести съемку, пока я не вижу. Очевидно, сотрудник компании знакома с законом о СМИ. Она пригласила нас войти. Можно ли сделать у вас сейчас полис ОСАГО? Полис ОСАГО сделать у нас нельзя. Из-за простых у наших руководителей, ну, вот у меня, например, доверенности на этот вид деятельности. Раньше, когда мы этим занимались, мы занимались, сейчас мы его не делаем. У нас открылся здесь банк. Вот принимаем платежи, переводы, уклады. Оказалось, что мы находимся в офисе банка, хотя слово ОСАГО на вывеске присутствует. Николай Мельник предположил, что в этой компании его помнят с прошлого года. Тогда он не захотел оплачивать доп.услуги. И только поход в прокуратуру вынудил страховщиков продать ОСАГО без довесков. Когда я четыре дня проходил сюда, вызвал с милицией, вызвал с прокуратуры. В ленинградской полисами ОСАГО торгуют несколько компаний. Мы идем в другой офис. Здесь нас приняли, но узнав, что Мельник у них раньше не страховался, отказали. Страхуют только тех, кто ранее уже оформлял ОСАГО в этой компании. Вот это, понимаете, еда. Все оттуда идут сюда. Мы ничем помочь не можем. Николай Яковлевич вспоминает еще один адрес. Едем туда. У вас можно сделать ОСАГО? Нет, у нас нет планков. У нас компании нет вообще. Компания еще не получила лицензию на страхование данного вида. Девушки нам посоветовали проехать на улицу Школьную. Там есть заветный вагончик, торгующий полисами ОСАГО. Мы поехали туда. В вагончике Николаю Яковлевичу объяснили, что сейчас полис ОСАГО сделать не получится. База висит. Остальные посетители оказываются здесь по другому вопросу. А вы что, вы страхуете автомобиль? Нет. Просто сидите? В гости приехал. Ничем помочь не можем, обновляет базу. А у вас какая фирма? Тоже раз быстро. Позвонил ГАИ, говорю, а как же быть? Я еду, страховки нету. Это решайте, там, говорит, страховка компания. Каким способом я должен решать? Я не знаю, каким, честно. Не пойму. Не пойму, к кому обратиться. Таких неудачников, как Мельник, в крае становится все больше. Люди 100 часа не занимались? Да, уже были. С двух штук. Мы решили провести эксперимент и проехаться по некоторым страховым компаниям города Краснодара. Может быть, сегодня мне повезет и удастся оформить ОСАГО на новый автомобиль. Итак, первая страховая компания. Людей немного, но мне показали список и объяснили, что я буду 167-я. На перекличку надо ходить каждый день. Если я сейчас запишусь, то мне когда на перекличку прийти? Ну, после обеда и в 5 часов. Это вы где-то через 10 дней пройдете. Ну, вот мы уже 10-й день. Перекличка еще полбеды, говорит женщина. Дежурить приходится даже ночью. Кто первый в списке, да, на следующий день, получается, они делят вот часы ночные, с вечера, вернее, до 19, кто-то один. С 22 до 23 просто распределяйте, когда может, тут не попадут. Вот я крепцова. А вы здесь прям, а вы где, где вы стояли? Ну, в главном входе со списком, если кто-то подходит, записываю. Я на всякий случай записываюсь. И мы пошли в другую страховую компанию. Здесь тоже список, но условия мягче. Люди говорят, что и пропускная способность больше, до 30 человек в день могут оформить ОСАГО. Вы сразу вводите кружочком свой номерочек. Потом завтра приезжаете, находите себя в списке, который будет переписан сегодня вечером. А на перекличку я должна приехать? Нет. Вот третья компания. Опять список. Я вот сейчас записываюсь об одном. На перекличку на какую-то надо приходить? Да нет. Ну, вот с утра человек 6-7, на полчаса. В среднем минут 20, начало. И мы из 6-7? Да. И мы уже были 11-е. В 6 утра мы уже были 11-е. Люди с ночи с ночи с ночи с ночи. Да, уже были. С 2-6. Сидящие здесь автовладельцы сказали, что эта компания – одна из самых выгодных. Дополнительные услуги не навязывают и дешевле, чем у остальных страховщиков. Четвертая страховая компания. Все как полагается. Списки, перекличка и длинные очереди. А во сколько перекличка? Пол-шестого. О, я тоже начинала с 163. А сейчас уже какие? Сейчас только восьмые, девятые пойдут. Вы здесь какой день? Недели две уже, три. И что, так каждый вечер мне приходить? Каждый вечер, да. Ровно в пол-шестого. Если вы на проекте, у нас вы сейчас пол. Рядом стоящий мужчина говорит, что две недели уже здесь дежурит. Климчук. А вы номер не запомнили? Держитесь, ласка меня. Держитесь вот за дамой. Нет, а вас какой? Я одиннадцатый. Она в Визе. До Дунаева нет. Я, скорее всего, от Дунаева? До Дунаева пока нет. Нужно каждый вечер, каждый день приходить сюда и стоять в очереди, и отмечаться. Две недели, чтобы получить полис. А у вас уже закончился? Если не хотите стоять, значит, есть места, где люди получают полис и им навязывают дополнительную страховку. А вы там были? Да. А сколько там приходится? Дополнительная страховка стоит. Ну, полутора тысячи выше. Это бандитизм. Пробую купить полис ОСАГО через интернет. Ни в одной из указанных на сайте Российского Союза автостраховщиков компании оформить ОСАГО онлайн не получилось. Все время случается технический сбой. За разъяснениями мы обратились в компанию, где я пыталась оформить ОСАГО. К сожалению, мы не можем принять сразу всех желающих, поскольку инфраструктура филиала не рассчитана на такой наплыв клиентов, который произошел из-за того, что с рынка ушли довольно крупные игроки. САГАЗ работает в полном соответствии с законом об ОСАГО. Обслуживание клиентов и оформление договоров ОСАГО в филиалах САГАЗа осуществляется в порядке живой очереди в часы работы филиала. Навязывание дополнительных услуг одновременно с продажей полисов ОСАГО не допускается. Увеличение количества клиентов в наших офисах действительно наблюдается. Сотрудники Альфа-страхования стараются принять каждого клиента. Нужно отметить, что среднее время обслуживания на одного клиента по ОСАГО в последние годы не меняется. Требования Центробанка, касающиеся как правовой, так и технической стороны оформления полисов, крайне высоки. Усилен контроль и увеличена ответственность за ненадлежащее заключение договоров ОСАГО. Поэтому страховая компания сама определяет, какие подразделения имеют право продавать те или иные страховые продукты. Горячая линия обратилась за комментарием и в Центробанк. Контролирующий орган ответил, что им разработан комплекс мер, направленных на нормализацию ситуации с ОСАГО в регионе. Ответили в Центробанке и по поводу электронных полисов. Банк России вышел с инициативой сделать обязательный для всех страховщиков продажу электронных полисов ОСАГО с 1 января 2017 года на всей территории России. Сейчас это право, а не обязанность страховщиков. Сейчас в страховых компаниях ссылаются на технические сбои и объясняют, что электронные полисы выдаются в тестовом режиме. При этом просят потерпеть несколько недель. Пока же Банк России готов рассматривать все претензии автовладельцев к страховщикам по поводу ОСАГО. Мы призываем автовладельцев обо всех случаях нарушения страховщиками страхового законодательства информировать Банк России, прилагая подтверждающие материалы. Кстати, проблемой оформления ОСАГО заинтересовались надзорные органы. В окружных прокуратурах краевой столицы установлено, что самые крупные компании, а таких на территории Краснодара 9, фактически создали коллапс, поскольку сократили количество своих официальных представительств и страховых агентов до минимума. Выявляются случаи дополнительного навязывания услуг, а также отсутствие страховых полисов. В настоящий момент по результатам проверки направлено исковое заявление в суд для решения вопроса о надлежащей организации приема граждан. Инициировано возбуждение дела в административных правонарушениях по факту навязанных дополнительных услуг. Как быть, когда полис обязательного страхования оформить вовремя и без доп. услуг не получается, мы узнали у нашего эксперта. Первым делом обращаемся в страховую компанию с письмом. Просим вас выдать полис ОСАГО какому-то гражданину в связи с тем-то, тем-то. Там закончился срок действия. Соответственно, мы с уведомлением заказным письмом отправляем, чтобы мы могли это подтвердить, в том числе и в судебном порядке. Составляем абсолютно идентичную жалобу и отправляем ее в Центробанк России, в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру. Жалобы можно также подавать через интернет-приемную. Если ссылаются на бланки, на висит программа, там, не знаю, документов каких-то, госзнак, при том, есть достоверная информация, которая выпускает эти бланки ОСАГО, он их выпускает в необходимом порядке и рассылает, сколько нужно и сколько требуют сами страховые организации. Если страховая компания пытается навязать дополнительные услуги, можно обращаться в Роспотребнадзор или в отдел по защите прав потребителей в вашем муниципальном образовании. Это непосредственно нарушение статьи закона о том, что не может предоставляться услуга, если ее предоставление зависит от навязывания другой услуги. Конечной инстанцией станет суд. Прикладываем все документы, которые у нас имеются. Все отказы, какие-то подтверждающие бездействия органов, в которые мы обращались, обращаемся в суд за принудительным обязанием застраховать гражданскую ответственность. Проблема. Трудности при оформлении полиса ОСАГО. Решение. Обратиться в страховую компанию письменно, обратиться в прокуратуру, обратиться в Федеральную антимонопольную службу, обратиться в Центробанк России, обратиться в Роспотребнадзор, обратиться в отдел по защите прав потребителей муниципального образования, обратиться в суд. Интересная складывается ситуация. Граждане обязаны покупать полисы ОСАГО. Без них не только ездить, но и поставить машину на учет нельзя. А вот где и как законопослушному гражданину купить страховку без проблем в виде доп. услуг и многосуточного дежурства в очередях, закон не объясняет. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова